Олимпийские игры Он считается одним из главных фаворитов Но здесь же присутствуют и три советских брасиста Это Геннадий Утенков, Робертос Жупа и Арсен Мискаров Довольно серьезная конкуренция Пожалуй, сильнейшие пловцы мира в этом заплыве все-таки собраны в данном заплыве Поэтому борьба будет нешуточная Итак, спортсмен уже на старте По первой дорожке принимает участие швед Петер Барнгрен Далее Геннадий Утенков, как раз швед на ваших экранах Геннадий Утенков Один из недавно попавших в сборную ребят Неплохо себя зарекомендовавший, многократный призер чемпионатов СССР Венгер Вермеш Один из серьезнейших конкурентов Один из претендентов на победу В центре Робертос Жупа У него лучший результат утренних заплывов И главная надежда советской команды Арсен Мискаров Почти не уступает Робертосу Жупу Были даже и победы на чемпионатах СССР и Кубках СССР над Робертосом Так что можно сказать, что у нас мощная сила Австралийц Спенсер на дорожке номер 6 Олимпийский чемпион Донкан Гудхью У седьмой И последний участник этого заплыва Представитель Германской Демократической Республики Вальтер Йорк Ну ожидаем основной борьбы, конечно, между Жуп и Арсеном Мискаровым Побаиваемся Гудхью Ну и не забываем, конечно, о таких действительно монстрах Как Спенсер и Веремеш Все можно ожидать от данного заплыва Нам показывают Гудхью Действительно, телосложение очень мощное В сравнении с советскими ребятами Которые, кстати, тоже отличаются Брасисты всегда Это очень атлетичный стиль плавания Именно поэтому брасисты всегда Даже на фоне своих партнеров По другим стилям плавания отличаются Но вот Донкан, конечно, превосходит Все их в мышечной массе Нам не показали два фальстарта Дело в том, что в то время Фальстарт не наказывался Это уже третий старт Ребята уже сильно измотались Многие из них уже сильно подустали Нервы шалят Мы даже видели, как во время третьего фальстарта Дункан Гудхью немножко качнулся Но уже фальстарт не был зафиксирован Роберта Жулпа идет первым Первый полтинник остался явно за ним Скорость для того времени довольно серьезная 31.44 Посмотрите, как увеличивается отрыв Буквально с каждым движением Роберта же ходит все дальше и дальше от своих соперников Ближайший преследователь это все-таки Арсен Мискаров Который возглавляет группу преследования Роберта Жулпа Нельзя его назвать мощным спринтером на 100 метров Поэтому, наверное, почти уже не нужно волноваться Если на первой 100-метровке Робертус предпочитает иметь такой отрыв Значит, он готов неплохо 100 метров проведено Робертус первый Уже почти секунду он выиграет у Арсена Мискарова Венгер Веремеш также идет третьим В четвертом идет Спенсер Дункан Гудхью, наверное, уже не конкурент Все-таки 100 метров и 200 метров Большие разницы Обратите внимание на технику Она сильно отличается от техники современных брасистов Ребята стелятся по воде Почти нет разбалтывающего движения плечами И вот только Веремеш, наверное, может отличаться этим Очень плоско лежат на воде И высокий тент Очень высокий тент Робертус показывает очень хороший поворот Опять же, занимает центр дорожки Что, наверное, даже не свойственно для сегодняшнего плавания Арсен Мискаров рядом Обратите внимание, у Арсена скорость выше на финише Он догоняет Робертусу Жулпу Веремеш тоже прибавил Неожиданный разворот событий Робертус не выдерживает скоростей Но у него достаточный запас прочности У него достаточный отрыв Должен удержать свое лидерство Веремеш прибавляет Арсен Мискаров начинает потихонечку останавливаться И посмотрите, венгры выходят на вторую позицию Но золото все-таки у советской команды 2.15.85 Близко к рекорду мира Всего лишь 6 десяток до высшего достижения планеты Драматичный заплыв Нельзя сказать, что советские бросисты чем-то удивили Но, наверное, Роберта Жулпа и Арсен Мискаров Показали одинаковый стиль проплывания Конечно, это бригадный подход Бригадный метод Когда тренируются вместе И вместе они очень неплохо начали И в концовке были слабее венгры Но у Роберта был запас прочности И, посмотрите, Мискаров проиграл касание Вот, смотрите, одновременное движение Но венгры чуть-чуть быстрее Именно поэтому Мискаров получает бронзу Вермиш серебро Но олимпийским чемпионом в этом заплыве Назван, конечно, Роберта Жулпа Следующий заплыв не менее интересный Это 100 метровка брасом среди девушек Также три представительницы СССР попали в финал Ну и довольно серьезные конкуренты из других команд Наши девушки в 1976 году заняли весь председател по отчету На 200 метровке брасом С тех пор, конечно же, мы являемся доминанты Но это 80-й год и это 100 метров Итак, рекорд мира принадлежит Ута Гунивер Она является главным фаворитом Но надеемся, конечно, и на советских девчонок Нам показывает Василькова А это Лина Качушити Она плывет по крайней, по первой дорожке Лина хорошо готова Лина прошла достаточную подготовку Для того, чтобы выйти на Олимпийские игры в лучшей форме Итальянка Моника Бонон Рядом по второй дорожке По третьей датчанкой Сьюзен Нильсон В центре с лучшим временем В финал попала рекордсменка мира Куты Гунивер Эльмира Василькова Наша главная надежда Второе время утренних заплывов Ева-Мария Хакансон Дорожка номер 6 Это уже представительница Швеции Далее британка Маргарет Келли Еще одна представительница Англии Сузана Браунсон Это седьмая и восьмая дорожки В этом заплыве тоже был фальстарт Мы начнем наш рассказ о заплыве Уже со второй попытки сделать старт К этому моменту девчонки уже все искупались Сбросили с себя лишнее напряжение Вот видите, уже все мокрые И ждут команды Стартер практически не дал девчонкам успеть согнуться Быстро прозвучала команда И Гуни Виггер все равно в этой ситуации Неплохо делает старт Но лучше всех с этим элементом справляется Маргарет Келли Посмотрите, сколько она выигрывает На отрезке 25 метров В другой бы ситуации это был бы приговор Кстати, представительница ГДР Не отличается ни скоростями, ни мощностью Посмотрите, лидируют в заплыве Две британки и шведка Представители советского блока Сейчас все сзади Подплывают к полтиннику В современном спорте был бы уже приговор Но это 80-й год Совершенно другие скорости Совершенно другие тактики Совершенно другая подготовка Пока Маргарет Келли первая Но посмотрите Венигер начинает прибавлять Василькова рядом И здесь неизвестно, кто сильнее Тут же накатывает еще и представительница дальней Нильсон Уже догнали Маргарет Келли И посмотрите, какая борьба на финише Василькова начинает в ней проигрывать Рекордсменка мира выходит вперед Но еще все впереди Разбор полетов будет только на финише Единственное, что с каждым сантиметром Венигер все дальше и дальше уходит в отрыв Еще есть шанс для победы для нашей команды Но нет Все-таки рекордсменка мира Оставляет за собой право назваться олимпийской чемпионкой Не дотянув до рекорда мира всего лишь 11 соток Эльвира Василькова вторая Ну а Сюзан Нильсон оказалась третьей в этом заплыве Лина Качушити, плывшая по первой дорожке Возьмет свое уже последующее заплыве Она нам показывает рекордсменку мира и теперь же олимпийскую чемпионку Все, наверное, произошло правильно Удивительная ситуация Венигер оплыла Василькову Поздравила с удачным выступлением Келли Это говорит о давнем соперничестве Сборных ГТР и СССР И о некой непримиримости в этой борьбе А сейчас, пожалуй, один из самых красивейших заплыв В рамках олимпийских игр В центре Сергей Копляков К этому моменту рекордсмен мира Первый человек, выплывший из результата 1.50 Один из лидеров советской сборной Главный столб нашей команды 4 по 200 Рядом с ним Андрей Крылов Капитан сборной СССР Это очень многое обозначает Это значит боевой дух Это значит компанейский И в то же время очень дисциплинированный человек Йорк Войте Дорожка номер 6 Председатель Германской Демократической Республики Фабрицио Рампатсо Дорожка номер 7 И, наконец, Томаш Линстром По 8 Итак, Сергей Копляков, Андрей Крылов Наши главные надежды в этом заплыве И очень обоснованные надежды Еще раз говорю Сергей Копляков обладает рекордом мира на этой дистанции Будем переживать, конечно же, за него Нам показывает Крылова Еще раз говорю Капитан советской сборной Это о многом говорит Вообще в таком составе советская сборная 4 по 200 проиграть просто не могла Такого подбора исполнителей нет Ну и утренний заплыв на 200 метровке вольным стилем Опять же показал преимущество Коплякова и Крылова Над другими представителями Не зря они занимают центральные дорожки Четвертую и пятую Ну а теперь сам заплыв Заплыв, как это неудивительно, происходит без фальстартов Наверное, за это нужно благодарить стартера Который очень быстро дает старт И посмотрите Сразу же начинает лидировать Георг Войте Представитель Германской демократической республики Вратите внимание На первом четвертаке отрыв корпус Но это не те времена Наверное, здоровья не хватит Слишком высокий темп Наши ребята плывут гораздо более размеренно И выверены, наверное Поэтому смотрим, что будет дальше Уже к полтиннику Сергей Копляков сокращает отрыв У него более экономичная техника Он прекрасно видит рывок Войте И уже начинает контролировать Может быть, небольшая паника есть в движениях Андрея Крылова Он как раз попал под волну Войте Ему сейчас крайне неудобно плыть Потому что вот отходящие волны от немца Мешают ему, сбивают руку И вот, может быть, Андрею Крылову это помешает в какой-то степени Вот посмотрите, 100 метров, Копляков уже практически догнал Войте Немец уже умирает Темп не такой высокий Видно, что руки проскальзывают Не попадают в ноги И вот теперь начинается уже советский заплыв Сергей Копляков выходит на первую позицию Подтягивается Андрей Крылов Причем он все ближе и ближе к немцу прижимается Потому что сейчас волна немца уже работает на него А не против него Ну, мне кажется, Андрею уже пора перемещаться на другую сторону дорожки Потому что волна Сергея Коплякова гораздо дороже Итак, Копляков впереди Не видно усталости Видно довольно уверенное движение к финише А вот Андрей Крылов плывет быстрее всех У него на финише самая высокая скорость Это заметно неверженным глазом Он обходит Йорга Войта Выходит на вторую позицию И, похоже, у советской сборной будет золото и серебро в активе Конечно же, с таким составом просто немыслимо проиграть эстафету 4 по 200 И посмотрите Это новый олимпийский рекорд 1.49.81 Рекорд мира устоял, но олимпийский рекорд пал Итак, Сергей Копляков, как и должен был, победил в своем заплыве Вы слышите, как бесчинствуют трибуны Андрей Крылов, конечно же, плывет поздравлять Ну, а третьим в этой борьбе оказался Рэмбауэр, представитель Австралии Мы так увлеклись борьбой советских и германских пловцов Что они заметили, что на третью позицию, обогнав Йоргу Войта, вышел Рэмбауэр из Австралии Ну, а Сергей, по-моему, только сейчас начинает приходить ощущение победы Он только сейчас начинает праздновать Ну, и, конечно, переполненные трибуны спорткомплекса Олимпийский Еще раз смотрим финиш Прекрасно, все, везде попал Попал в касание То же самое, можно сказать, про Андрея Крылова Результаты соответствующие Ну, и, наверное, нашим ребятам, средневекам Нет равных на сегодняшний день на этих олимпийских играх Даже такое ощущение, что у ребят отдышки нет Ну, как этим бронадерам можно проиграть 4 по 200? Никак, если еще усилить эту двойку Владимиром Сальниковым и Стуколкиным Я думаю, что здесь уже без вариантов Ну, а теперь заплыв 200 метров бутерфляем Также мужчины Также будем переживать за советских спортсменов По первой дорожке старт принимает Пер Арвитсон Шведский дельфинист Пер Арвитсон по первой дорожке Далее голландец Верворн Рогер Пыттель Представитель Германской Демократической Республики На дорожке номер 3 Сергей Фисенко Будет плыть с лучшим временем Попавший в финал по четвертой дорожке У Сергея Фисенко к этому моменту Многочисленные победы на чемпионате СССР Он явный фаворит в советской сборной Представитель Украины в советской команде Ну и уже к этому моменту чемпион Европы Чемпион мира В общем, главный фаворит Британец Хаббл попал на пятую дорожку Наверное, его можно рассматривать Как главного конкурента для Сергея Фисенко Но последний чемпионат Европы остался за советским спортсменом Еще один британец Полта Будет плыть по дорожке номер 6 К этому моменту нужно признать Развитие британского дельфина Был в очень хорошем уровне Питер Моррис завершает эту историю Плыл по седьмой дорожке Ну а по восьмой Последним Восьмым попавший в финал Михаил Горелик Один из самых трудолюбивых людей в советской сборной Абсолютно выполняет любые указания Тренера Уже довольно возрастной Призер чемпионатов мира Призер чемпионатов Европы Любимец команды На самом деле душа команды Очень трудолюбивый парень Ну а мы следим В первую очередь за противостоянием Сергея Фисенко И англичанин на Хаббл Они плод по четвертой и пятой дорожке Здесь также был фальстарт И мы начинаем смотреть с того момента Когда дается старт второй Все уже искупались У всех напряжение спало Нет все таки Вот это тот самый фальстарт Видите в каком состоянии Говорят все британцы улетели Все британцы улетели Но в то время иногда Фальстарты использовали специально Для того чтобы Сбросить лишнее напряжение Понервировать соперника Он показывает сразу всех нарушителей спокойствия Три британца Хаббл, Полта, Моррис Наши ребята на провокацию не поддались 200 баттерфляй Очень тяжелая дистанция Качнул Сергей Фисенко на старте Вы прекрасно видели Он удержался И на обратном движении Прозвучал сигнал Поэтому немножко проигрывает старт Вот он плывет в центре В белой шапочке С размашистой техникой Михаил Горелик плывет ближе всех к нам В красных плавках Плавка сборной СССР Но пока британцы задают тон Единственное что у британцев Очень неэкономичная техника Вдох на каждый цикл Советские учебники подразумевают Вдох через раз Сергей Фисенко все таки тоже Делают вдох на каждый цикл Только Михаил Горелик трудолюбивый и исполнительный плывет С движением на вдох через раз Пытаясь не сбивать свои дыхательные возможности Не перегружать организм излишними движениями Ну и посмотрите абсолютно равная борьба Дистанция действительно тяжелая Поэтому рывок на старте Может очень дорого обойтись Его обладателем Ну так или иначе Сергей Фисенко начинается 58-26 Довольно неплохое время для Того периода Михаил Горелик К сожалению за британцами не видит Что происходит в центре Ну такова участь человека попавшего в финал С восьмым результатом Это может дорого стоить Михаилу Горелику Ну а Фисенко начинает уже оглядываться по сторонам Видно становится тяжело и готовится к финишу Опять же по советским учебникам Сделал рывок на третьем полтиннике И посмотрите корпус отрыва Дальше можно финишировать Держать, терпеть и плыть к своей золотой медали Так Сергей Фисенко Уже более двух корпусов выигрывает У ближайшего преследователя Тяжело даются ему последние метры Но подготовка достаточная С каким отрывом выигрывает Сергей Фисенко Последний метр еле доплывает Руки уже не выходят из воды Но 59-76 59-76 Это победа Хаббл второй Пытль, представитель Германской Демократической Республики Третий Михаил Горелик Действительно, вот, наверное Попавший под обаяние трех британцев Лучших рядом И не видевший основной борьбы в центре Оказывается пятым Ну и Сергей Фисенко по лицу видно Да, абсолютно красное лицо Уставшее Но зато какое преимущество Полторы секунды на ближайшем преследовательном Убедительная победа советского пловца Никаких шансов не оставил Даже в тени сомнения не дал Своим болельщикам Так чаще всего называют победу За явным преимуществом Ну и привычные молодцы На семитысячных трибунах спорткомплекса Олимпийский забит под завязку Ну а теперь 200 метров брасом Тот заплыв, который четыре года назад Принес нам весь пьедестал советский Теперь мы в Москве Дома Но очень серьезные соперники Председатель ГДР Лебель по дорожке номер один Сюзан Нильсон по дорожке номер два Вот третий Лина Качушити Уже плывшая 100 метров Ну не проявившая себя там Достаточным уровнем Но для Лины 200 метров Главная дистанция Именно здесь Чаще всего проявляют Свои возможности Светлана Варганова Лидер советской сборной Лучшее время утренних заплывов Очень боевая девушка Любимица руководителя сборной Звезда И главная надежда Хотя видите волнуется Очень волнуется Ирина Флейснерова Дорожка номер пять Это второе время утренних заплывов Юлия Богданова Молодая совсем недавно попавшая в сборную Но очень перспективная По дорожке номер шесть Еще одна ГДРовка Ранка И конечно же Олимпийская чемпионка На 100 метров Брасом Гувенигер Она попала с восьмым временем В финал Все-таки 100 метров Это не 200 Вот как раз на ваших ветеранах Рекордсменка мира Тяжелый заплыв Тяжелый заплыв Вот в этих толчковых силовых дисциплинах Советские девушки всегда боролись с немками Обошлось без фальстартов Видите И на Качушите вообще отстояла в мертвую Все уже и улетели Она только бросилась Ну и Варганова Варганова начинает заплыв Она действительно лидер Лидер по характеру Лидер по подготовке Наверное Потому что это действительно В бригаде брасистов Она отличается бешеной работоспособностью Сумасшедшей воли победе Так или иначе Наверное Пережить поражение на этой Олимпиаде Для нее просто невозможно Хотя вот посмотрите Гувенигер по крайней дорожке Обладая более высокой скоростью Использует это преимущество На данную секунду она лидирует Но помним Гувенигер это 100 метров 200 может и не доплыть Не может, а не должна доплывать 200 метров Хотя Олимпийские игры Это такая странная субстанция Где те, кто не должен и не может И вдруг неожиданно выигрывает И наоборот Но это я не про советских девушек Варганова по-прежнему Не знаю, видит ли она Гувенигер или нет Но идет очень неплохо Посмотрите, какой отрыв Давайте абстрагируемся От представительства ГДР Потому что все-таки не верю я в то, что она доплывает Посмотрите, какой отрыв у Варгановы Напоминаю, она плывет на равных Срекосменкой мира на 100 метров Но ее основная задача Основной упор Это, конечно же, вторая сотня И обратите внимание, уже на первой сотне Варганова первая Никакого шанса с ней побороться Ни у кого в этом заплыве нет Качушити выходит на вторую позицию На третьем месте сейчас идет Сюзан Нильсон Варганова очень уверена Очень уверена Почти с закрытыми глазами Несмотря ни на кого Работает так, как должна 150 метров пройдено Варганова впереди Отрыв корпус Лина Качушити вторая За третью позицию Борется Нильсон И Флейснерова Итак, Варганова уже практически победила В этом заплыве 25 метров до финиша Лина Качушити рядом Но посмотрите, что происходит Варганова зачистила Темп повысился Качушити прибавляет Причем посмотрите, как прибавляет С какими скоростями вдруг Лина Качушити пошла последние метры Варганова начинает проскальзывать ноги Устала Посмотрите, что творит Лина Качушити Неужели догонит? Варганова на финише уже видно Что ни рук, ни ног не чувствует И касание Качушити побеждает 229-54 Третья дорожка Лина Качушити неожиданна Для всех и для многих И в первую очередь для Варганова Варганова сделала все Варганова проплывает Заплыв Действительно олимпийской чемпионкой Но первой касается Бортика Лины Качушити Самое удивительное, что в этой борьбе Мы не обратили внимание за тем, что Юлия Богданова Финишировала третий Опять весь советский пьедестал Ну и, конечно, трибуны стоят Нам показывает Михаила Горелика Нам показывает Сергей Коплякова Это советская команда, переживающая за своих девчонок Весь пьедестал советский Посмотрите, Варганова поверить не может Такого... Это просто невозможно Даже здесь, последний метр Варганова впереди Вот это движение, когда она подняла руки И ударила по бортику Вот это стоило ей победы Те самые семь сотых Представляем участников финального заплыва Ну а теперь 400-й комплекс мужчины Еще один заплыв, где мы просто обязаны выигрывать Потому что у нас два блистательных исполнителя От которых мы ждем победы Ну давайте представим всех Жак Мадруга по дорожке на вершине Диафисенко уже олимпийский чемпион на 200 метров бутерфляем По дорожке номер два Опять же, знаем, что прекрасный вынос Знаем, что должно быть быстрое начало Андреш Харгитай по дорожке номер три Еще один венгер Золотан Вераццо Дорожка номер четыре Лучшее время утренних заплывов Лешек Гурский Лешек Гурский по пятой Александр Сидоренко по шестой Александр Сидоренко Советский Союз И Даниэл Махек Дорожка номер семь Итак, основными фаворитами в этом заплыве Особенно если смотреть по утренним результатам Конечно же, являются два венгра Это Андреш Харгитай и Золотан Вераццо Вообще, школа плавания Комплексная школа плавания в Венгрии Имеет давние традиции Конечно же, венгры здесь очень и очень хороши Не зря они занимают центральные дорожки Вот Сергей Фисенко сейчас сделает фальстарт Не знаю, для чего венгров побесить Или самому успокоиться Неизвестно Наша советская команда Здесь представлена Еще раз говорю Фисенко и Сидоренко Вот предупреждение получил Сергей Мне кажется, ни на кого этот фальстарт не произвел впечатление Только сам Фисенко успокоился Итак, старт Второй старт И поплыли батерфляем Сразу видим Александр Сидоренко начинает батерфляем плыть Вместе с Чехом Плывшим по восьмой дорожке Быстрее всех Удивительно, но Фисенко Обладая потрясающими скоростями На 200 метров батерфляем Один из немногих, кто уплывает из двух минут Пока этот свой батерфляй не демонстрирует Но вот только сейчас к полтиннику более-менее проявляются его дельфинистские способности А впереди все-таки Сидоренко Александр Сидоренко Блистательное сочетание всех четырех способов плавания И вот посмотрите Дельфинам наступает даже Фисенко Который только-только потихонечку, полегонечку убирается на первое место Сейчас самое важное Очень экономно, очень экономично Пройти эту сотню Батерфляй очень тяжелый стиль плавания Если на нем выработаться Дальше уже здоровья не останется Но Фисенко, как позволительно Главному дельфинисту в этом заплыве Первым разворачивается, дальше спина Для Фисенко это нельзя сказать Что-то плохое Он вполне неплохо себя чувствует Но Александр Сидоренко здесь чувствует себя Может быть даже и получше Немножко разболтанную техника Но не столько разболтанную Сколько эффективную Очень мощный захват под водой Он буквально всем телом налегает На первую часть грибка Именно на тот самый захват Именно в Советском Союзе так и учили Самое главное это захватить воду Затем уже, если здоровья хватит, протянешь Практически нет никакого выхода под водой Сразу выскакивают на поверхность спортсмены Можно сказать даже развороты на поверхности Обратите внимание, повороты, касания рукой обязательно И ни в коем случае нельзя переворачиваться на грудь Таковы были правила в то время На грудь спинистам разрешили разворачиваться только в 90-х годах А здесь очень плоская техника Но вот посмотрите Фисенко уже отвалился на четвертую позицию Уже бразилищ Жак Мадруга вышел в лидеры И кстати разворачивается первым Сидоренко второй Третьим выходит уже Вераццо Дальше самое интересное Браз и вольный стиль Ну для бразильца похоже спина был ударный стиль И судя по технике бразом он уже неконкурентоспособен А вот Сидоренко Именно бразом начинает уходить в отрыв К ролям он чувствует себя неплохо Но у венгров даже есть небольшое преимущество В плавании вольным стилем Поэтому нужно сделать себе небольшой гендикап Удивительно, но посмотрите Сергей Фисенко, несмотря на то, что он дельфинист Бразом также выходит в лидеры Уже перемещается на вторую позицию Венгры пока никак себя не проявляют Ну вернее борются за третье, четвертое и пятое места Ну а советскую команду уже практически можно поздравлять с победой Потому что такие отрывы в вольном стиле не отыгрываются Если с Александром Сидоренко ничего не произойдет Он финиширует первым Ну а Фисенко имеет все шансы Стать героем этой Олимпиады И вслед за золотом на 200 метров Киротерфляем, получите серебро 400 метров Но похоже Сидоренко ничего не мешает Очень сбалансированный браз Нельзя сказать, что до мозга костей бразист Это техника комплексиста советских времен Очень экономичный браз Позволяющий не сильно расходовать силы Ну а теперь последняя 100 метровка в вольном стиле Посмотрите какой отрыв При этом неплохая техника плавания в вольном стиле Опять же очень экономичная Вот Сергей Фисенко только ввязался в борьбу с венграми За серебро и только его судьба нас заботит Сидоренко уже практически можно поздравлять с олимпийской медалью Золотой Итак, Ферацио и Харгатай Догоняет потихонечку Сергея Фисенко Но тут делает блистательный поворот На 350 метров Опять выиграет полкорпус И предоставляет возможность венграм проявлять свои финишные способности Нам же показывает финиш олимпийского чемпиона Ничему, ничто ему не может помешать Александр Сидоренко финиширует первым А Фисенко, похоже, сохраняет за собой серебряную награду Итак, результат очень высокий 4.22.89 Фисенко второй Опять первое, второе место у советской команды Ну а венгры Блистательно проведшие утренние заплывы И являвшиеся, можно сказать, фаворитами Все-таки довольствуются третьим, четвертым местом Не знаю, сочувствовать им Или все-таки радоваться нашей советской команде Очень неплохое выступление И результаты фантастические Бешеная работа проведена Опять представитель российской сборной Сергей Купляков Конечно, все переживают Командный дух советской сборной В то время был на высоком уровне Ну, плюс ощущение Хозяев бассейна Действительно, по-хозяйски себя ведут советские спортсмены Берут все, что им принадлежит И даже там, где они Вроде бы не фавориты Умудряются выиграть золотые медали Опять же, по-хозяйски Довольно публика Большое количество побед советских спортсменов Конечно же, это не может оставить равнодушным Национальное сознание советских людей растет Неподнямом по часам Ну, а теперь еще один заплыв Которого ждали долго Имя Владимира Сальникова Уже звучит давно И 80-й год должен стать его апофеозом Одна из тех заплывов Которого ждут все Конечно же, 400 метров в вольном стиле Шантерналь по первой дорожке Рядом с ним Инвар Стукулкин Представитель Эстонии Олимпийский чемпион В эстафете 4 по 200 Жак Мадруга Только что видели его заплыве на 400 комплекс Но не удалось ему что-либо там сделать Владимир Сальников С лучшим временем попал в финал От него ждут победы Волнения практически нет Да не практически, а нет Улыбается Приветствует публику Андрей Крылов Капитан сборной СССР Один из самых опытнейших И уверенных себе спортсменов В этом заплыве Небольшой волнение Заметно Но, наверное, не принципиально Марк Мецкер Дорожка номер 5 Рон Маккин Два австралийца По пятой и шестой дорожке Даниил Махик Дорожка номер 7 Также на седьмой дорожке Только что плыл На дистанции 400 метров Комплексом Итак, Владимир Сальников В центре по четвертой Рядом с ним Андрей Крылов И Инвар Стуколкин По второй дорожке Ну, посмотрите Конечно, не богатырского Телосложения Но прекрасно сложен Для средних дистанций Вообще тогда Пловцы были Больше похожи на Стайров Широкий плечик Конечно же Мощная мускулатура Да Но никакого Перегиба С точки зрения Вот этих физических Мышечных данных Не было Ну, посмотрите Сальников сразу С первых метров Начинает доминировать Напомню ему В этот момент 20 лет За его плечами Уже есть Олимпиада 76-го года Где он был Четвертым На дистанции 1500 метров Вольным стилем В 16-летнем возрасте За эти 4 года Он приобрел Такой авторитет Что, наверное Это один из Немногих спортсменов Победа которого На Олимпийских играх Не вызывала сомнений Ну, посмотрите Владимир Сальников Первый Рядом с ним Крылов С другой стороны Жак Мадруга Еще пытается Зацепиться За советских спортсменов Ну, Инвар Стуклкин пока Борется за 6-7 место Но это 400 метров Довольно длинная дистанция Почти одновременно Разворачиваются Крылов и Сальников Сложно сказать Легко ли плыть вдвоем Или наоборот Нелегко В зависимости от того Какие задачи стоят Наверняка у Крылова Тактика проплывания такая Удержаться за Сальникова И выиграть на него На финише Если, конечно, получится У Сальникова Наверняка Совсем другая задача Нужно отрываться От Крылова Потому что на финише У Крылова, конечно же Скорость повыше Поэтому нужно делать отрыв Ну, вот что Владимир Сейчас и пытается делать Очень далекий поворот Еле-еле деснулся до тумбочки Я бы даже сказал Что рискует Ну, а Крылов Из всех сил Пытается сейчас Пока удержаться За молодым Но все-таки лидером Советской сборной Потому что Догонять на финише Корпуса 2-3 Нереально Можно ударить Из-за плеча Можно финишировать С прорывшем В 2-3 метра С надеждой на победу Но не с отрывом В 3-4 корпуса Поэтому отпускать Крылова сейчас Сальникова Ни в коем случае нельзя Но, хотя Против Лома Очень тяжело Сальников уходит Уже отрыв Полторы секунды Что выражается В корпус По ходу дистанции Крылов уже Начинает переключаться На то, чтобы Не пропустить Жаку Мадругу А там потихонечку Инварстуклкин Подтягивается К Жану Мадругу Таким образом В первой четверке Три советских Королиста Ну, если не считать Конечно, австралийца Рона Макина Плывущего По седьмой дорожке Ну, сальников Крылов Что происходит В центре заплыва Отчаянно Сражается Жак Мадруга За хоть какую-то Медаль Олимпийских игр Но советские Спортмены Неудержимы Итак, сальников Первый Крылов Я не представляю Что может ему Помешать Быть серебряным призером И Инварстуклкин Ведет борьбу За бронзовую награду Рекорд мира 51-20 51-93 Олимпийский рекорд Владимир Саник Установит новый Олимпийский рекорд В московском Спорткомплексе Олимпийский Крылов Второй Инварстуклкин Выигрывает Касание Жака Мадруга Таким образом Опять весь педестал На дистанции 400 метров Вольным стилем Советский Невозможно Бороться С советской командой Здесь На Олимпийских играх В Москве Готовились долго Готовились принимать И более-менее В этих гостей Не все приехали Но это их проблема Мы были готовы К любому соперничеству Тому свидетельствуют Несколько Полных педесталов Это при условии Что здесь присутствует Грознейшая команда ГДР Нельзя сказать Что она потерялась На этой Олимпиаде Но конечно Мы выбирали заплывы В которых Доминанты были Все-таки Советские спортсмены Но То что мы видим Конечно Вызывает восхищение И чувство гордости Ну и в завершение На В качестве десерта Награждение 400 метров Вольным стилем Вольным стилем Дело в том Что после Олимпиады 80 Было принято решение Что не больше Двух представителей От одной команды Могут выступать В каждой дистанции Поэтому полного педестала Начиная с 70-го года Уже увидеть было невозможно Мы видим один из тех случаев Когда весь педестал Занят представителями Одной команды Это как раз 400 метров Вольным стилем До этого мы видели Тройную победу На дистанции 200 метров Брасом у девушек И вот Владимир Сальников Андрей Крылов Инвер Стуколкин С фантастическим По тому времени Результатами С олимпийским рекордом С фантастической Демонстрации Доминирования Советской команды В этом стиле плавания Это средний Длинный кроль Это гордость нации Это свидетельство того Что советская Спортивная наука Советское тренерское Мастерство Наверное На самом высоком уровне Ну и 20-летний Владимир Сальников Он еще не знает Что через 4 года Ему не дадут выступить На Олимпийских игр Где он также мог взять 3 золота Будут победы На Дружбе Будут рекорды мира Последствия Будет падение Результатов Начиная с 86-го года Перестанет попадать В сборную В 88-м году На Олимпийских игр В 88-м году На отборе Не сможет выполнить отбор Его включат в команду Уже Что называется Вне правил Но он выиграет Олимпиаду 88-го Станет героем На все времена Ну а сейчас 80-й год Сальникову 20 И это победа 400-го вложенности Действительно один из героев Олимпиады 80 Все его знали Андрей Крылов Капитан команды Олимпийский чемпион В 4 по 200 Инвар Стуклкин Тоже Олимпийский чемпион В стаффете 4 по 200 Наверное Еще более счастливый Чем Сальников Потому что бронза Для него в этом заплыв Была просто фантастикой Пришлось Сумасшедшим образом Бороться с Бразильцем Но он все-таки Сделал это Ну и гимн Советского Союза В честь победы Советских спортсменов И конечно же Владимира Сальникова Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры Субтитры создавал DimaTorzok